Привет всем вас! И ситуация заключается в том, что вот то обстоятельство, которое заставило вас, значит, бросить мужчину после трех лет встречу с ним, значит, вот это вот желание постоянно лучшего, желание постоянно куда-то двигаться вперед и так далее, оно безусловно чем-то подкреплено. То есть, вы не желаете не останавливать, вам надоедается и вы, ну, по сути дела, ищете постоянно что-то новое. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, вам надо подумать, как это реально выглядит для вашего мужчины. Вот он видит это так, вы погуляли, вы простретялись с мужчинами, изменяли ему там и так далее, а потом, когда поняли, что ничего не получилось, вы решили вернуться к нему. И он это видит так, что вы нагулялись где-то, наигрались, а теперь, когда уже все, вы использовали его как последний шанс, хотите использовать его как последний шанс. Вы знаете, это неприятно человеку. И говоря о том, как вам лучше поступить, я бы сказал так. Вы знаете, если у вас действительно к нему чувство, а это определяется так. Вот вы хотите сделать человека счастливым, вы хотите отдавать, отдавать безусловно, не требуя чего-то взамен, не ожидая чего-то взамен. Если да, то тогда просто скажите своему мужчине, что вы как-то хотите с ним дружить, хотите просто быть в его жизни настолько, насколько он вам это позволит. И дайте ему возможность быть с вами самим собой. То есть, позвольте ему дать вам то, что он может сейчас. Вот когда вы поняли, что это, скорее всего, привычка, а не любовь, вам было недостаточно того, что он вам дает. И уверены ли вы в том, что это изменилось? Уверены ли вы в том, что что-то поменялось? Если да, то это хороший шанс проверить. Ставьте ему другом, ставьте ему поддержкой, опорой. Пусть он поймет, что вам можно доверять. Пусть он поймет, что на вас можно положиться. И если с этой девушкой у него ничего серьезного от чувства к вам остались, то он к вам вернется. Со временем. Потому что поймет, что вы изменились. Ему нужно, чтобы вы стали другой. Покажите ему, что вы изменились. Покажите ему, что вы стали другой. Что вы что-то усвоили. Что вы что-то поняли. И для него это станет положительным знаком. Знаком отношения вас. И со временем, может быть, он к вам вернет. Но, по общему правилу, можно сказать так, что мужчина, один раз потерявший девушку, вот давай. С большим трудом входит ей доверять. Потому что он будет знать, что она может его бросить. И здесь вам, безусловно, нужно завоевать его доверие. Но так, чтобы при этом сохранить лица самостоятельно. Чтобы при этом не унижаться перед ним. Не лебезить. Чтобы быть все-таки независимым парнем. Чтобы, признав свою вину, не дискредитировать себя в его глазах. Не создать для него возможности манипулировать вам. Не создать для него возможности использовать во вас свои цели. И не создавать для него согласность вам отомстить. То есть, желая быть с ним, нужно понять, почему вы хотите с ним быть. Почему вы желаетесь с ним быть. Для начала определите свои желания. Истинные желания. Вы хотите с ним быть, потому что поняли, что любите его, и это и ваш человек. Или потому, что вы поняли, что вам с ним удобнее всего, и кому хочется. Вот именно с этого нужно начать. И дальше строить свое поведение, исходя именно из этого. И тогда у вас обязательно все получится. Но я бы рекомендовал вам напоследок. Еще ключевой один момент разобрать. Это, вот почему вы стали считать, что, значит, вот тут вы поняли, что это, скорее всего, привычка. Вот что заставило вас думать, что это привычка. Какие обстоятельства толкнули вас на эту мысль. И поменялись ли ваше мнение сейчас. Изменилось ли оно. Стало ли оно другим. Стали вы сейчас думать по-другому. Вот на этот вопрос точно нужно ответить. Потому, что от этого зависит, по сути, ваша будущая личная жизнь. Ее успешность. Ее полнопол. На этом все. Надеюсь, что помогло вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Недавно. Субтитры сделал DimaTorzok